здравствуйте дорогие мои подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любаньи а значит у нас колей гостях коля ты с нами обовязково молодец значит все будет хорошо ну хочу тебя немножечко расстроить коля сегодня у нас мясо не будет ты не сильно расстроился нет я знаю что будет тут главное первому хопить это такой будем быстрый завтрак или как еще говорят ленивый хачапури у нас так называют может быть кто-то не согласится но мы называем так что понадобится да в принципе ничего очень мало всего на минова немного но всего по чуть-чуть коля показываем что сюда пойдет значит смотрите одно яйцо это уже мало правда вот лучок зеленый перья нарезанные так по вашему вкусу может две три столовые ложки с горкой будут значит сыр нужен твердый вот чем этот удобный завтрак чтобы возьмете твердый сыр какой у вас есть твердый сыр у меня сейчас адыгейский сыр дрова нету будет другой значит другой натерла на крупной терочке где-то грамм так 50-70 ну так вот на глаз тут здесь нет что прямо до грамм улечки так сказала да 100 грамм кефира кефир два с половиной процент на жирности я меньше просто его не покупаю потому если вас меньше процент я думаю что страшного не будет он должен быть так комнатной температуры не с холодильника обязательно понадобится растительное масло и конечно же значит вот здесь у меня вот я так вот здесь вот сахар давай я ближе коль покажу вот так пол чайной ложечки сахара пол чайной ложечки соли и пол чайной ложечки соды можете взять разрыхлитель дальше и где-то будем говорить так 250 грамм муки ну муки может быть пойти меньше просеянная мука вот уже видите муки может быть пойти меньше больше это зависит от того какая вас мука она может где-то хранилась она очень влажная может понимаете будем смотреть что было такое немножечко как вязкой невязкой даже такой липкой тесто ты покажешь я все покажу я замешу покажу вам какой а вы потом будет добавлять по чуть-чуть и такое же но чтобы вас получилось такое же тесто все начинаем значит для начала отправляю миску одно яйцо есть сюда же выливаю кефир потому что есть так граммы граммы тоже нам надо чтобы все было значит сюда сейчас отправлю соль сахар и соду и хорошенько все перемешаю так смотрите вот видно как она взбилась вот видите пенка такая появилась сода вступила в реакцию с кефиром немножечко подружилась теперь отправляю половину муки и опять час венчиком буду взбивать тесто хорошенько хорошенько вся мука распилили же как подружилась кефиром так смотрите вот такое тесто видео получилось как будто бы ну как на ладике но немножко даже же обратите внимание как отработает наш кефир сода видите такие булочки получается все нормально все идет по плану отправляем сыр сюда пока еще это жидкая потому мы должны отправить сыр и сюда же отправляем лук и сейчас я перемешаю хорошенько лопаточкой все так смотрите вот так все перемешала соединила теперь частями отправляем муку вот одну часть потом еще и будем замешивать липкое тесто пока мы замешиваем лопаточкой ложечкой а когда уже будет тяжело тогда будем руками потому ждем я покажу какое тесто должно быть итак смотрите вот муку все вмешала тесто очень очень липкое я на досточку насыпала муки это уже я добавила другую муку потому я вам буду рассказывать сколько муки ты не другую муку просто еще добавим ну да ну я беру взяла зрители будут спрашивать какая смотрите это уже ту порцию которую надо я добавила все теперь нам надо вот это хорошенько хорошенько вымесить вот прям обкатываем муки но стараемся муку сильно не добавлять по чуть-чуть по грамм уличкам потому что тесто должно быть такое знаете нежное ни в коем случае не забитая сейчас я вам все покажу итак смотрите вот такое тесто вот видите смотрите прям липучие такое но вы с ним аккуратненько насыпаем побольше муки где-то видите здесь может большая так ложка сборкой и выкладываем это тесто и аккуратненько будем приливаете ручки мукой руками никакая нам не нужна будет скалочка здесь она не нужна тем более хорошая нету хорошая нету а плохая нет ну просто эти где-то смотрите вот сколько ну пальчик а вообще определяетесь по диаметру своей сковороды но тоже не сильно большая помните вот как у меня это 20 сантиметров я уже налила масло масло так где-то меньше чем на пальчик там сколько грамм 50 может больше вот сейчас вот так вот еще немножечко я просто определюсь какая у меня сковорода вот и мы нарежем опять же смотрим аккуратненько чтоб там анус мы смогли достать если вдруг будет плохо поработаем шпателем если не спать или ножичком аккуратно по деньги но сейчас я поделю его где-то на 6 частей и так смотрите вот начала резать вот так вот лежит если у вас три человека решите на 3 я вижу на 6 частей больше меньше не имеет значения кто какой кусочек возьмет кому что достанется это уже не страшно можете на равные части вот чтобы шпатель не приставал уже тесто я вам говорю не такое вязкое с ним так трудновато работать оно должно быть пышное когда они такой не забитая а пышная когда приготовиться виде такого пирожка вкусного потому разрезаем все помолчи я зрителям расскажу обыкновенный городской двор сидят мужики домино играют и тут проходит дома направляясь к подъезду мужики как водится взглядом провожают дома доходит до двери за ручку дергает дверь не открывается мужики кричат сильнее дергать она сильнее дёрнула не открываются двери все мужики это да сильнее дергайте нужно было стать и дёрнуть но она и дёрнула ручка оторвается дома падает на пятую точку и тут открывается дверь вовнутрь выходит ребенок женщина все это дома смотрит на всю эту ситуацию мужикам говорит козлы вы козлы и не могли сказать что дверь вовнутрь открывается а мы думали что вам ручка дверная нужно сковородочка разогревается смотрите как проверяем мукички обратите вот потрусили видите как она пенится отлично наша сковорода готова для того чтобы жарить вот эти вот вот это красоту берем вот как я вам говорила поддеваем где-то чуть-чуть подравниваем и отправляем и так выкладываем все потому как всегда ждем итак дорогие вот выложил видите больше и меньше сразу скажу потому что у меня внука есть совсем мало ему одного кусочка я уже знаю кому как сколько он чуть-чуть кушает потому я так режу если вы хотите вы можете господи вы можете разрезать на равные части можете вообще знаете это будет следующий какой-то можно взять стаканчик и вот так вот стаканчиком поделать такие кругляши потому пожалуйста средний огонь накроем крышечку и ждем пока поджарится до румяного цвета я вам все покажу итак дорогие смотрите как они подходят под крышечкой видите какие пышечки становятся вот потому что они не забиты это раз во вторых вы видите будь бочка уже румяненькие потому будем переворачивать вот смотрите вот аккуратно где какая красота немножко масла линула это я вот так вот переверну все опять крышечкой накрою огонь меньше среднего и жарим до готовности потому ждем и так дорогие мы все готово и того это заняло 10 и 10 10 минут для того чтобы замесили тесто просто может у нас немножечко больше потому как я вам показывала и 10 минут это максимум чтобы его обжарить очень вкусно очень значит смотрите обязательно обязательно под крышкой обязательно на огне меньше среднего обязательно должно быть масло ну принципе все и хороший аппетит смотрите какие горячие только очень горячие это лучок ну вот смотрите какие они в середине все равно же да вот они живут но я же хочу показать ведь это сыр белый вот все вот они вот они нежные такие вот слегка хрустящие с корочкой такой вот хрустящие а еще остынуть немножечко вот серединке на завтрак то что надо приготовили можно даже когда знаете все время на даче на перекус все равно в евреи а что опять что-то случилось это я дорогие мои девочки кто не любит суду не уважает как будем говорить так добавить разрыхлитель что у вас есть сейчас разрыхлителя у меня не было так вот под рукой я взяла соду на соде где-то половинка чайной ложки меня же вам не показал как даже меньше и без горочки чтобы не было знаете такого привкуса также сработает разрыхлитель главное хорошо взбить сахар обязательно тогда они будут румяненькие а чем мы кушаем вкусное что даже на те сахарок такой чувствуется немножко не кисло ничего все мы кушаем а кушаем мы к чаю можно можно как колбаска до колбаски кусочек положить это святое хороший соус приготовить соус мы готовим соус вайонезик там все эти дела сметанку чесночок можно туда еще одна тереть соленый огурчик на мелкую тюрочку перемешать укропчика добавить короче тут соус на ваш вкус даже с кетчупом это очень вкусно особенно в горячем виде поэтому пожалуйста готовьте ну и кормите своих родных вкусно заходите на наш канал подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки если не жалко мы с удовольствием ответим на ваши все комментарии самое главное будьте здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам и всему миру мы вас обнимаем и ждем до свидания